Обличение, лжелучение стектантов. Кассета 4. О втором страшном пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Несколько лет тому назад астроном Фальб и адвентист Даймунд предсказали кончину мира, назначив для нее первое число октября. Простой народ со страхом ожидал этого дня, но мы, слава Богу, живем и доселе. В последнее же время сектанты-адвентисты сродны по вжелучению с баптистами или штандистами продолжают проповедовать скорое второе пришествие Христа. И темный народ их слушает и верит им, потому что он темный. Еще основатель адвентизма Вильям Миллер два раза предсказывал второе пришествие Христа. Первый раз назначил его на 1843 год, а второй раз на 22 октября 1844 года. Но Бараза со срамом обманулся и от досады скоро умер. Однако и теперь его слепые последователи, например, немцы Вильгруба и Саагде, а немеченый вожак одесских адвентистов Шамков и другие продолжают обманывать своими предсказаниями о скорой кончине мира наш русский народ. Мороча его, подобно ворожеям и гадалкам. Разница только в том, что ворожеи и гадалки берут за обман простаков деньги вперед, а адвентистские лжепророки сперва заманяют в свою секту даровой проповеди, а потом требуют от совращенных в нее десятину, то есть десятую часть от всего годового их дохода, якобы на дело проповеди. Но находят они немало простаков, не знающих, что Священное Писание строго обличает лжевучения адвентистов, что все их предсказания о кончине мира – мечты дерзкого ума и пустого сердца. Заблуждения адвентистов о втором пришествии Христа, кончине мира, всеобщем суде и вечной жизни грешных и праведных состоят в том, что будто время второго пришествия Христа может быть известно каждому христианину, что пришествие это будет скоро, что доказывается исполнением пророчеств о кончине мира, уже будто сбывшихся в жизни и истории Церкви, и пророчеств о тех мировых явлениях, какие должны быть при кончине мира, и какие уже наблюдаются в наше время. Учения о тысячелетнем царствоне Христа с адвентистами и о совершенном уничтожении душ умерших после суда над ними и вечной жизни одних только праведников, то есть адвентистов. Все это лжевучение адвентистов решительно опровергается Словом Божиим. «О времени второго пришествия Христа и конце мира истинные его последователи должны и могут знать. Вы, братья, не во тьме, чтобы день пришествия Христа застал вас скактать». 1 Фессалоникийцам 5.4 Смысл этих слов объясняется предшествующим вторым стихом. Сами вы достоверно знаете, что день Христов так придет, как тач ночью, то есть совершенно неожиданно. Когда вор имеет прийти, никто из людей не знает, поэтому всякий человек должен быть всегда готовым, быть всегда на стороже, чтобы не пострадать от него. Так и те из христиан, которые живут не во тьме исключительно мирских забот, а во свете Христовой жизни. Хотя и не знают, когда явится Христос, но его явления не застанет их врасплох. Всегда ожидавшие его, они выйдут к нему навстречу подобно мудрым девам, полными светильниками веры. Матфея 25. «И так бодрствуйте, — говорит Спаситель ученикам, после сказанной притчи о мудрых и неразумных девах, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, чтобы пришедший внезапно не застал вас спящими». Марка 13.36, 1 Фессалоникийство 5.1 После этих слов Христа нам ясно видно, что день Христов не застанет истинных христиан, как тач. Не потому что они знают, когда придет Христос, а потому что, как учит святой Иоанн Слатоуст, что они всегда ожидают его, всегда готовы к встрече его. Раньше второго пришествия Христа должен явиться Антихрист, который и есть папство Римской Церкви, что видно из межисследующего. Судьба земных царств до конца мира указана в образе Истукана Даниила, 2.31, в пророческие книги Даниила, 2.7.9, 2.7.9, 9.11 главы и в книге «Откровений святого Иоанна». По порочеству Даниила, начиная с Вавилона, должны просуществовать на земле до пришествия Антихриста четыре главные царства – Бавилонское, Медоперсидское, Греческое и Римское, каковы и просуществовали одно за другим. Эти царства изображены у Даниила еще под видом четырех зверей, глава 7, из которых четвертый означает последнее римское царство. Десять рогов у четвертого зверя означают десять царств, образовавшихся из Римской империи между 356 и 483 годами по Рождестве Христовым – гуны, остготы, вестготы, франки, вандалы, свевы, бургунды, герулы, англосаксы и лангобарды, из которых потом образовались европейские государства, возникший между десятью рогами маленький рог, смевший глаза, как бы человеческие, и говоривший высокомерные слова против Всевышнего – Даниила 7,8 – это тот зверь, о котором говорится и в Откровении, что он отверз уста свои для холына Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дано ему было вести войну со святыми и победить их. Откровение 13,6 Это тот же Антихрист, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом. Товосилантийцем 2,3 И все черты зверя и его действия всецело относятся к римскому папству, что доказывается и историей папства, и его характером. Известно, что римская церковь с ее папством возникла из разварин римского язычества, когда после восстания десяти царств римский император Юстиниан в 533 году особым указом утвердил ее и дал неограниченную власть над Римом и всем христианством. О малом роге говорится у Даниила, что этот рог ввел войну со святыми и превозмогал их. Даниила 7,21 И это сбылось на римской церкви. Миллионы замученных христиан по приказанию пап, какими были, например, вальденцы, альбегойцы, гугеноты, гус и веронин с их последователями, и сотни тысяч замученных римской инквизицией подтверждают это. Об этом роге сказано еще, что он, введя войну против святых, возмечтает у них отменить праздничные времена и закон 7,25. И это сбылось на папстве, которое ввело воскресный день и нарушило закон о праздновании субботы. Маленький рог или антихрист, имя в глаза как бы человеческие, это римские ксендзи и езуитри и различные монашеские и латинские ордена, подсматривающие за совестью христиан, и через исповедь выпытывающие у них все, что нужно для пользы папства. Об антихристе сказано, что он имеет уста, говорящие высокомерно, Даниила 7,8, что он сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынию, 2 Фессионики 7,2, и что он отверз уста своих, чтобы хулить имя его, Откровение 13,6. Все это буквально сбылось на римской церкви и ее папах, которые обвинили себя, объявили себя непогрешимыми наместниками Христа и стали за деньги, индульгенции, отпускать людям даже будущие грехи. Папа Иннокентий III писал, например, так, Он, Христос, поставил одного человека над миром, назвал его своим наместником на земле, и как колено всех живущих на небе и на земле и под землей преклоняются пред ним, точно так же каждый должен быть послушным и служить его наместнику, то есть папе. Христос же иначе говорит о себе. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20,28. Владычество Антихриста, то есть папство, учат далее адвентисты, должно продолжаться время, времена и полвремени. Данила 7,25, Откровение 12,14. То есть 3,5 пророческих года, то есть 42 пророческих месяца, Откровение 13,5. Или 1260 лет, Откровение 12,6. Так как согласно Писанию, числа 13,34 и Езекииля 4,2, пророческие дни должно считать за годы. И время владычества папства действительно равняется 1260 годам. В самом деле, Естиньян, установив католическую церковь, дал папам неограниченную власть особым указом в 533 году, но началась она только в 538 году, когда во исполнение пророчесу Даниила, что после 10 царей восстанет иной, отличный от прежних папа, и уничтожит трех царей, Даниила 7,24, были покорены герулы, вандалы и остготы, измены из Рима. В этом году папство получило престол свою и великую власть. Откровение 13,2. Следовательно, с этого года и нужно считать 1260 пророческих лет, конец которых приходится на 1798 год, когда у антихриста согласно пророчествам отнята власть губить и истреблять до конца. Даниила 7,26, откровение 13,10. Ибо в этом именно, в 1798 году, французский генерал Бертье двинулся с войсками на Рим, взял в плен папу Пия VI, и тем уничтожил власть папства. Его глава как бы смертельно была ранена, однако смертельная рана исцелела. Оскровение 13,3. Папство продолжает существовать. Лишенное даже последней власти королем Италии Виктором Эммануилом. Но антихрист, то есть папство, все-таки будет скоро совершенно уничтожено. Его уничтожат адвентисты своим учением. Все хитроспетения адвентистов, силищихся на основании свидетельств Священного Писания и истории Церкви, доказать, что пришествие Христово и кончина мира уже будто близко, ибо появился уже Антихрист в мире в виде римского папства. При истинном же свете Священного Писания и истории Церкви оказывается плодом праздного ума и вымысла человеческого. Прежде всего, у адвентистов совершенно ложный взгляд на самого Антихриста, который по их учению будто уже пришел и царствует в мире в виде папства. Антихрист не есть целый ряд личностей, хотя бы, например, и римских пап, как утверждают адвентисты. Он одно определенное лицо, человек, а не человеки греха, сын, а не сыны погибели. 2 Фессонодийцам 2.3 И сам Господь говорит неверующим иудеям, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня». А если иной, а не иные, как, например, папы, иной придет во имя свое, его примите. Яна 5.43 Следовательно, Антихрист — это не целый ряд сменявших друг друга и много веков личностей, а одна личность, имеющая явиться в одно определенное время. Не сравним Антихрист с римскими папами по характеру своему, по учению и по делам своим. Об Антихристе сказано в Священном Писании, что он, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, на адвентисты на протяжении всей истории церкви римской не могут, при всем своем желании, указать ни одного папы, который бы, считая себя выше истинного Бога, сел бы в храме и объявил себя Богом. Не могут указать, ибо ничего подобного никогда не было и не могло быть. Как не высокомерны римские папы, как не горды и не властолюбивы они, но они все же христиане, верующие в Бога Отца и Сына и Святого Духа, поклоняющиеся единой нераздельной Святой Троице, и этому же учащие христиан-католиков. Затем об Антихристе Святой Апостол говорит, что его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. Второе фестолоникистам 2.9. Что и единомышленный с Антихристом 2-й зверь будет совершать великие чудеса и творить великие знамения, так что и огонь будет не заводить с неба на землю перед людьми. Ничего подобного никто из пап не совершал и не мог совершать. Далее. Об этом втором звере говорится в Откровении, что он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание или имя зверя, или число имени его, то есть Антихриста. Откровение 13.16. Но мы знаем, что никакой подобной печати римские папы не имели и на правую руку католикам не полагали. И знаем, что по всему миру и в Италии в самом Риме покупают и продают не только католики, а все, кто занимается куплей и продажей. И сами адвентисты, хотя никакой печати папской на правой руке своей не имеют. Что касается от Мина Субботы и в виде непразднования христианского воскресного дня, то это произошло гораздо раньше, 538 года. Ведь адвентисты сами же утверждают, что отмена субботы и почитание воскресного дня произошли при Константине Великом, после его эдикта, об этом, изданном в 321 году. Хотя и это утверждение адвентистов и по празднованию воскресного дня началось с первого же века христианства, о чем есть многочисленные исторические указания. Также совершенно ложное учение адвентистов и о времени явления антихриста и продолжительности его власти на земле, какую они веют в папской власти. Прежде всего, совершенно неверная произвольность считает пророческий день за год и определяет продолжительность существования антихриста на земле 1260 лет. Трехдневное пребывание пророка Ионы в чреве кита пророчески прообразовало собой трехдневную смерть Спасителя, который, упоминая об этом, тоже пророчески так говорит о своей смерти. Как Иона был в очреве, кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Матфея 12.40 Если адвентисты считают пророческие дни за годы, то должны признать ту нелепую мысль, что Христос был во гробе целых три года и только потом воскрес. Если неверное основание время исчисления у адвентистов, то совершенно ложные все их вычисления, касающиеся времени и явления Антихриста, каковым они считают 538 год и предсказания о времени второго пришествия Христа. Неудивительно, что и сами адвентисты не могут столковаться между собой последующим вопросом. Так основатель адвентизма Ульям Миллер дважды предсказывал год пришествия Христова. Именно. Сперва 1843 год, а потом 22 октября 1844 года. Но оба раза его предсказания оказались ложны. После чего сам Миллер от досады и стыда вскоре умер. А из 50 тысяч его последователей в Америке отпало от него 35 тысяч. Увидев в Миллере самообольщенного лжепророка. После Миллера адвентисты стали осторожнее указывать на скорое пришествие Христа. Но все же более горячие головы стали предсказывать различные годы кончины мира. Так, например, недавно адвентист Эдвин Даймонд, проповедник из Гонолулу, одного из гавайских островов в Тихом океане, в книге Откровения предсказывал, что конец мира должен наступить в 1910 году, когда от кометы Галлея оторвется несколько камней весом в миллионы и биллионы тонн и упадут на нашу Землю. Но Даймонд ошибся. 1910 год миновал, а Земля существует. Некоторые из адвентистов указывают на 1914, а другие, как, например, известный в Петербурге Иван Беннинген на 1933 год, как на время кончины мира. Но уже само разногласие адвентистов по данному вопросу показывает, насколько их предсказания заслуживают внимания. Совершенно ложно учат адвентисты и о продолжительности времени действия антихриста на Земле. Прежде всего, в Писании ясно говорится, что антихристу дана власть, действует 42 месяца, Откровение 13.5, то есть 3,5 года, и что жена убежала от него в пустыне на 1260 дней, что составляет тоже 3,5 года. Или, как то и другое событие, определяет Даниил и Тайноведес Святой Иоанн словами «время», «времена» и «полвремени», то есть «год», «два года» и «полгода». По объяснению большого знатока писания еврейского языка блаженного Иеронима из святого Кирилла Иерусалимского. Последний, например, объясняет второй стих 7 главы пророка Даниила учат «время – один год, который пока входит в силу его появления, времена – два остальные года беззакония, включаемое в три года, и полвремени – шесть месяцев». Еще в другом месте то же самое говорит Даниил «и клялся живущим во веки, что в времени, во время и в полвремени». 12.7 В этом же смысле иные принимали, может быть, и следующие дни 1290. «И блажен, терпящий и достигнувший до дней 1335». Толкование «Напокалипсис» Творение Святого Кирилла Русалинского 15-е огласительное слово Ср. 260 42 месяца учит истолкователь Откровения Святой Андрей Архиепископ Кисарийский показывает, что по пущениям Божьим 3,5 года будет иметь власть хулить Бога и озлоблять святых. Папство же, по объяснению самих же адвентистов, существовало на земле 1260 лет от 538 года до 1798 года, когда Папа Римский был взят в плен с французским генералом Бертье. Разница во времени огромная. Сам Спаситель говорит, что последние бедствия людей будут непродолжительны. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных прекратятся те дни. И в Откровении говорится, что дьявол сойдет на землю в сильной ярости, зная, что немного остается ему времени. Откровение 12.12 Следовательно, утверждение адвентистов, что антихрист уже действовал на земле в лице папства 1260 лет противоречит и пророчества Даниила и Откровение Иоанна Богослова и словам самого Христа, из которых ясно видно, что действия антихриста не будут долговременны. Для проявления его ярости немного остается ему времени, всего 42 месяца или 1260 дней, ибо по милосердии Божией ради избранных прекратятся те дни. Что касается последней участи антихриста, то она будет зависеть не от хвастливых адвентистов, говорящих, что он окончательно погибнет, пораженный их учением, а от победы над ним спасителя мира, который, как говорит Слово Божие, убьет его духом уст своих и истреблит явлением пришествия своего. Второй Фессалоникийцам 2.8 Не замечает адвентисты и такой несообразности в своем учении, о времени явления и продолжительности губительного действия антихриста на земле. По учению откровения точат после убиения антихриста и с ним лжепророка, которые будут оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочее убитым мечом. Откровение 19.20 начнется суд всеобщий 24 стих. Если допустить вместе с адвентистами, что время владычества антихриста, то есть папства, продолжалось в 538 года, 1260 лет и окончилось в 1798 году, то как же папы более уже 100 лет продолжают управлять многомиллионным католическим народом? Ведь они давно уже должны были исчезнуть с лица земли. Но очевидно адвентисты, глубокомысленно занятые с карандашом в руках над бумагой или смелом у доски вычислениями для определения года второго пришествия Христа и кончины мира, проглядели такое обстоятельство, как существование более 100 лет папской власти после случившегося в 1798 году пленения Папы Пия VI. Кроме того, из откровений мы знаем, что в период времени царствования Антихриста в адвентистке папства, когда смертельная рана его заживет, что в истории папства потолкование адвентистов должно соответствовать времени тотчас после пленения Пия VI, должен появиться другой зверь, который будет творить великие чудеса. Он будет не заводить огонь с неба, а животворить образ Антихриста и заставить людей поклоняться ему. А кто не исполнит этого, тот будет убиваем образом зверя. Стих 14. Когда же, спросим адвентистов, и где все это было? Пока еще не было нигде и никогда и сейчас не замечается. Таким образом, и история церкви, и жизнь современной католической церкви, и слово Божие ясно опровергает ложное учение адвентистов, о скором будто бы втором пришествии Христа и конце мира. Примечания. Подобные диспуты миссионеров походили с адвентистами в начале 20-го столетия. Кто встречался с адвентистами в 1984 году те знают, что свое учение они в корне изменили. Это редкая секта, которая основана целиком на лжепророчествах, во главе которой встала Елена Уайт, женщина. Избываются слова, последуют бабьим басням, как говорит Иоанн Златоуст, будут слушать бредни пьяных старух. Они решили делать отсчет иначе. В 1843 и 44 когда ожидаемое пришествие Христа не сбылось и большая часть адвентистов рассеялась, отступила, то некоторая же часть решили заново сделать перерасчет. Как же мог ошибиться их учитель, пророк Миллер? Для этого следует посмотреть, как же обыкновенный смертный человек, баптистский проповедник Пресвитер, дошел до таких вычислений. К определению даты второго пришествия, как отмечают биографы первого адвентистского пророка, он пришел в результате многолетнего тщательного изучения Библии и прежде всего ее пророческих книг. В 1818 году Миллер записывает в своем дневнике, что через 25 лет должно закончиться все современное состояние. Четыре года спустя он составляет так и оставшийся в рукописи свой компендиум веры, в котором заявляет «Я верую, что второе пришествие Христа близко, что Христос в некоторой степени стоит перед дверью, что пришествие последует в течение 21 года, в 1843 году или перед Ним. Я верую, что прежде чем Иисус в Господстве придет, все сектантские вероучения будут рассеяны во все стороны света, и никто не сможет выдержать, ибо это на Слове Господа Бога основана. Проходит еще 9 лет, прежде чем Вильям Миллер выступает с публичной проповедью, в которой говорит о своем открытии. Не ограничиваясь живым словом к верующим, он выпускает брошюру «Доказательство священного писания и истории о пришествии Христа в 1843 году и его личном царствоне в течение тысячи лет», а вслед за ней объемистую книгу «Доказательства писания и истории о втором пришествии Христа в 1843 году изложенные в обзоре докладов». Перелистывая пожелтевшие страницы этих писаний нетрудно видеть, насколько наивны доводы Миллера. Надо было быть очень хотеть поверить во второе пришествие Христа, чтобы принять безоговорочно это пророчество. В своих немудреных расчетах Миллер прежде всего опирался на пророческие тексты из библейской книги пророка Даниила. Как указывалось в писаниях Миллера, он обратил внимание на содержащиеся в этой книге слова. «И отнято была у него ежегодная жертва и поруга на место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение об ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. и сказал мне на 2300 вечеров и утро и тогда святилище очистится. Даниил 8, 11, 14. В этом непонятном для него тексте была сокрыта тайна второго пришествия. Ключ к определению дня пришествия полагал Мюллер. Он находит в основании 2300 вечеров и утр, которые следует понимать как 2300 земных утр. Итак, Христос явится через 2300 лет. Но с какого времени следует начинать отсчет? На этот вопрос первый адвентийский пророк попытался найти ответ в той же книге Даниила в словах «77 определенный для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглаждены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, помазан был святые святых. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Даниил 9-24-25. Отсчитав 77 или 490 лет вспять от того времени, когда, согласно Евангелия, был распят Иисус Христос, Миллер получил дату 457 год до Рождества Христова. В этот год персидский князь Артаксеркс дал разрешение на возобновление богослужений в Иерусалимском храме. А 457 года до новой эры Миллер и повел отсчет 2300 лет. Дата второго пришествия Христа выпадала у него на 1843 год. Сознательно или не сознательно при всех своих расчетах Миллер произвел грубую подтасовку. Ведь в книге Даниила говорится, что время от Христа Владыки следует отсчитывать с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Такое повеление было дано персидским царем Киром в 538 году до Рождества Христова. Но это, видимо, не устраивало новоявленного пророка. Его больше устраивал 457 год. И он подменяет в своих расчетах год подписания указа восстановления Иерусалимского храма годом, когда было дано разрешение возобновить богослужение в храме. Несмотря на эти неувязки, расчеты Миллера оказались убедительными для многих верующих. Когда для всех стало ясно, что Миллер лже-пророк, его самые настойчивые последователи крепко задумались. Так что же произошло в 1843 году и почему не пришел Христос? И тогда они объявили, что было откровение, что до 1843 года грехи были на Христе. А в 1843 году Христос перешел из одного отделения небесного небесное святилище и грех был заглажден. Но проверить так ли это, что произошло на небе в этот год и было ли там какое событие этого проверить нельзя. Но для легковерных, у которых не хватало мужества покаяться в заблуждении, созрела такая твердая убежденная мысль, что на небе в этом году произошло величайшее событие. Человечество получило прощение грехов в 1843 году. Так понимают адвентисты сегодняшнего дня. Не менее ясные признаки близости второго пришествия Христа и кончина мира служат исполнившиеся пророческие указания на мировые явления в природе и на религиозно-нравственное состояние современного человечества. Так по свидетельству Слова Божия пред вторым пришествием Христа и кончиной мира солнце померкнет. Матфея 24 29 Оскровение 6 12 Это пророчество исполнилось 19 мая 1780 года, когда в Новой Англии был такой темный день, что люди изнемогали от страха и думали, что настал страшный суд. Очевидцы этого явления называли его сверхъестественным, ничем необъяснимым. Б. Луна не даст света своего. Стих 29 Следующая после этого была ночь такая темная, какой не было вероятно от сотворения мира. мрак не был бы более густым, если бы все небесные светила разом потухли. Лист белой бумаги на недалеком расстоянии был так же невидим, как и черный бархат. В. И звезды спадут с неба. Стих 29 И это уже было 13 ноября 1833 года, когда был необыкновенный звездный дождь, продолжавшийся три часа, когда яркие огненные шары в таком же количестве, как и звезды, падали с неба. Все люди, видевшие это ужасное явление, были поражены и смущены, ибо казалось, что все звезды сошлись со своего пути и падали на землю. Г. Также услышите о войнах, будут глады и моры и землетрясения по местам, тогда соблазнятся многие, и возними видят друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ищи 6-7 и 10-12 И это все сбывается. Самые богатые плодородные страны часто поражаются голодом, от которого гибнут сотни и тысячи людей, как не меньше их гибнет от всевозможных повальных болезней, кифа, холеры, чумы и т.п. Землетрясения же участились повсюду, и недавно бывшие ужасные разрушения от землетрясения целого города в Италии, Мессины, грозно напоминает людям о близкой кончине мира. Как об этом говорят многочисленные кровопролитные международные войны и общий упадок веры и христианской жизни людей. Обычные полные затмения Солнца и Луны и падения звезд, о которых говорят адвентисты, вовсе не служат признаками скорого пришествия Христа и кончины мира. Как явления редкие и величественные, они сильно действуют на чувства человека и даже животных, а людей не развитых и незнакомых самыми основными сведениями науки астрономии повергает прямо в ужас. Между тем, как затмение Солнца и Луны явления совершенно естественные, зависящие от такого или иного положения, занимаемого в известное время этими светилами и Землей, что происходит в определенные промежутки времени, почему они предсказываются учеными-астрономами с точными указаниями не только года или месяца, но даже дня, часа и минуты. Не о затмениях Солнца и Луны, не об обычных падениях звезд, говорит Священное Писание, указывая на них как на признаки кончины мира. Нет. Оно предсказывает совсем о другом, говоря, Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Священное Писание разумеет окончательное прекращение света от Солнца и Луны и общий мировой переворот. Но почти каждый из нас наблюдал солнечные и лунные затмения и падения звезд, однако Земля наша по милости Божией стоит, как и стояла, а светила небесная светит над нею в свое время, как и прежде светили. Затем Священное Писание говорит, что прекращение света Солнца и Луны будет явление всемирное, а не наблюдаемое только в какой-нибудь незначительной части Земли, вроде Новой Англии, и что оно начнется после какой-то общей для всего человечества великой мировой скорби, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Матфея 24.41 Но такой мировой скорби никогда еще на Земле не было и сейчас слава Богу нет. Сказано далее, что Солнце и Луна померкнут после этой мировой скорби вдруг, то есть сразу, неожиданно, а мы купив календарь, можем по нему за несколько лет точно узнать не только год и месяц, но даже день, час, минут изотмений Солнца и Луны. Адвентисты могут запугать указанием на бывшее затмение Солнца и Луны, как на признаки близкого конца мира, только таких невежественных и темных людей, как они сами. Что касается голода, болезней, землетрясений и войн, то все это и раньше было и несравненно в больших размерах, чем теперь. О голоде, например, считаем в книге Деяний. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Деяние 11.28. Моры и землетрясения тоже были и раньше, а разрушения города Помпеи или города Лиссабона в Португалии были и не меньшие по своим последствиям, чем разрушения Мессины. Нечего уже и говорить о том, что прежние войны были не менее кровопролитные и жестокие, чем современные. Довольно вспомнить описанное Иосифом Славием разрушение Иерусалима, крестовое походы, нашествие Тамерлана и Батыя на русскую землю или хотя бы отечественную нашу войну с ее Бородинским полем. Сам Христос сказал, что все указанные выше бедствия еще не означают близкой кончины мира, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Все же это начало болезней. Ясно, что все указываемые сектантами мировые явления в природе произойдут при самом пришествии, как об этом учатся святые отцы церкви. Конец мира наступит не тот час после второго пришествия Христа. Сперва оживут одни только праведники и будут царствовать со Христом тысячу лет вместе с оставшимися в живых святыми. Прочие же из умерших не живут до кожи не окончится тысяча лет. Откровение 24. А живые нечестивые сатаной будут ввержены в темницу, где прибудут вместе с ним в течение тысячи лет до начала страшного суда. Откровение 21. 6. Учение адвентистов о предварительном тысячелетнем со святыми царстве Христа противоречит учению Священного Писания о том, что Христос только однажды явится для суда над миром. Христос никогда не учил о тысячелетнем своем царстве, а учил, что тотчас после его пришествия произойдет страшный суд, наступит конец видимого мира и разум определится навсегда участь праведных и грешных. Это ясно указано в притче Христа о плевелах. Как собирают плевелы и огнем сжигают, говорит Христос, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их. Матфея 13,37 Когда же приид Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону придите благословенный отца моего, наследуйте царство уготованное вам от создания мира, тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечные уготованы дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную, Макфея 25-31 Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для ощущения греха, а для ожидающих его воспасения, Евреям 9-28 Все, говорит Христос, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, изведут творившее добро воскресение жизни, а творившее зло воскресение осуждения, и ангелам 28-28 Как водами все умирают, так во Христе все оживут, 1 Коринфян 15-52 Умирает все праведные и грешные, все следовательно живут, как грешные, так и святые для суда над ними одновременно. Таким образом Христос и святые апостолы учили об одном только, втором пришествии Христа. Учили об одном и одновременном будущем воскресении для суда праведных и грешных, имеющим быть в последний день перед кончиной мира. Учили об одном небесном царстве и никогда не учили о третьем его пришествии, о том, что грешники не воскреснут, что будет две смерти и два воскресения грешников, два царства небесных. Это выдумка адвентистов, заблуждающихся, не зная священного писания ни силы Божией. По некоторым вопросам сектанты имеют общее понимание, но в вопросе о втором пришествии, даже находящихся в одной общине, едва ли можно найти двух человек, которые все бы понимали одинаково. Как же понимать слова откровения, что сатана связан будет тысячи лет, что грешники не оживут, а лишь праведники, которые будут царствовать Христом тысячи лет? Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, собирать их на брань. Откровение 27. После чего сатана, звери, лжепророк, будут ввержены в озеро огненное и с ним все не записанные в книгу жизни. Это смерть вторая. Откровение 20. 14. 21. 8. Относительно двух смертей и двух воскресений нужно прежде всего заметить, что как существует две жизни, плотская и духовная, так точно существует и две смерти. Одна временная и естественная, а другая вечная, духовная. Когда люди еще здесь умирают нераскаянно для вечной жизни, в грехах к смерти. Иоанн 5.16. Хулена Духа Святого. Матфея 12.31. Равным образом существует и два воскресения. Первое воскресение это воскресение в таинстве крещения верою в Бога. Быв погребены с ним в крещении, учит апостол, вы и со воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Колостином 2.11. Или, как в другом месте, он говорит, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ифисянам 2.5. И сам Христос говорит, что всякий верующий перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5.24. Евреям 12.22. Второе воскресение с телом для суда и получения вечного воздаяния. Иоанна 5.25. Первое Коринфяна, второе Фессалоникийцам, 4.13.17. Выражение «связать сатану» значит уничтожить его власть, что уже исполнилось, как говорят апостолы Петр Иуда. Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блестина суд для наказания. Второе Петра 2.4. Иуда стих 6. А выражение «тысячу лет, тысячу родов» не означает в Писании точного времени, а большую, но неизвестную для нас продолжительность времени. «Я, говорит Господь, Бог Твой, творящий милость за тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Второзаконие 5.6.10. Иеремия 32.18. «Предачами твоими, говорит Салмопевис, тысяча лет, как день вчерашний». Салм 89.5. «У Господа, говорит апостол Петр, один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 2.5. Петра 3.8. Очевидно, слово «тысяча» употребляется в Священном Писании для указания не определенного, а вообще продолжительного, неизвестного человеку времени. Как же понимать слова откровения о тысячелетнем царстве Христа? Это тысячелетнее царство Христа нужно относить к продолжающемуся его царствонью здесь, на земле, среди верующих, от его славного воскресения и до второго его пришествия для суда над миром. До пришествия Христа на землю было царство дьявола. Вы некогда жили, говорит апостол Павел, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне сына в противлении. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, выбывшее далеко, стали близки кровью Христовую. Ефесянам 2.2 Содержание означенной главы 20 апокалипсиса, говорит ученич и богослов епископ Сильвестр, можно понимать, как вслед за блаженным Августином понимали и лучшие толкователи, в том смысле, что ангел, который представляется здесь имеющим ключи от бездны и заключающим туда связанного имя дьявола, это ангел завета Иисус Христос. Ангелом называется Бог неоднократно в Священном Писании. Книга Малахии, 3 глава, 1 стих, 3 глава книги Исход, Евреям 2.14 Смерти Смерти Своей лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И на место его царства, из которого он изнан, был вон Иоанна 12.31 Создавший свое благодатное царство Матфея 16.18 в которое стали непрерывно входить его истинные последователи, воскресая духовно Евреям Теат 14 Рим 6.4 От духовной смерти, ибо сказано было Адаму в день, в который впустишь смертью умрешь или сказано Евангелие от Буки сын был мертв, а теперь ожил. Для новой жизни во Христе и со Христом жизни и здесь на земле и по смерти за пределами гроба Телеписом 1.23 Тысячелетие же, в течение которого будет связан в своих губительных действиях дьявол и непрерывно будет продолжаться царство Христово, означает тоже, что псалмопевцы тысяча родов Салом 104.8 То есть неопределенный но весьма продолжительный период времени до скончания века Матфея 28.20 Малое наконец время, на которое по истечении тысячелетия будет попущено дьяволу свобода в его обольстительной на земле деятельности, обозначает собой непродолжительное владычество перед кончиной мира Антихриста, после чего последует воскресение мертвых и последний суд. Словом, тысячелетнее царство Христа существует теперь. Началось оно после воскресения Христа от Голгофы, а прекратится перед кончиной мира за три с половиной года до пришествия Христа, когда после страшного суда настанет новое вечное его царство, царство славы и благодати, которому не будет конца. Сатана был связан при кресте, смертью поправ. Смертью своей Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда Господь Христос исцелил бесноватого, слепого и немого Евангелие от Матфея 12 глава 28-29 стихи, то иудеи стали говорить, что он исцеляет силы князя Бесовского, на что Христос возразил, разве Сатана разделился и как может исхитить сосуды сильнейшей усильного, если прежде не свяжет его. Вера сектантов в то, что Сатана не связан, ведет к богохольным мыслям о том, что Христос не приходил на землю. Если Сатана не связан, значит Христос не сходил в преисподние земли, не проповедовал и никого не выводил, значит это был не Христос, ибо миссия Христа в том и заключалась. Первое послание Иоанна 3 глава 8 стих. Для того появился Христос, чтобы разрушить дела дьявола. Если Сатана не связан, тогда Иисус не был Христом, тогда тщетна и вера наша. По окончании тысячелетнего Царства Христа грешники воскреснут и явятся на суд, который будет произведен, производить над ними праведные. После же суда грешники будут совершенно уничтожены огнем, поэтому никаких вечных мук не будет. Слова, сказанные о грешниках, что они идут в муку вечную или в огонь вечный, говорят только о большей продолжительности, а вовсе не о вечности их мучений, ибо слово «вечно» в Писании не значит без конца. Исход 21.1, 1 Паральпенон 28.4, 4.5, 27.2, 2.1, Таким образом, вечная жизнь только для праведников. Для грешников жизнь не будет ни ада, ни мучений, а полное уничтожение, совершенное исчезновение, переход из бытия в небытие. Ложеучение адвентистов о том, что грешники не будут мучиться вечно, как они приводят Малахия 4.1, ни остатка, ни корней не останется, а исчезнут совсем и навсегда, обличается многими местами, как Ветхого, так и Нового Завета. Так пророк Исаия говорит о грешниках, «Черви их не умрет, и огонь их не угаснет» 66.24, а пророк Даниил так говорит о последних днях мира и участи грешных, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление», Даниила 12.1.2. Слова самого Судии мира Христа Спасителя исключают всякое сомнение в вечности мух грешников. «Если рука твоя или нога твоя, говорит он, соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или ногами быть ввержену в огонь вечный» Матфея 18.8. Или, как сказано у Святого Марка, «В огонь неугасимый, где червь не умирает и огонь неугасает». Марка 9.43 По словам Христа грешные услышат такой грозный приговор «Идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его, и пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» Матфея 25.41. Если адвентисты учат, что слово «вечный» не означает беззаконности, мучений, бесконечности, то должны на основании приведенных слов Христа признать, что и праведники не бесконечно будут блаженствовать, ибо о них сказано, что они идут в жизнь вечную, как грешники в огонь вечный. О вечности мучений грешников учатся. И святой апостол Павел говоря, что противящиеся Евангелии Христову подвергнутся вечной погибели от лица Господа. Второе святом Никистом 1.9. В откровении говорится о всех перешедших на сторону дьявола, что они будут мучимы в огне и сере, и дым мучений будет восходить во веки веков. Откровение 14.11. Равным образом дьявол и его зверь и лжепророк поверженные в озеро огненное будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20.10. О том, что грешники после суда над ними не могут совершенно уничтожиться, как мудрствуют адвентисты, очень ясно учит сам Христос, подобившийся достигнуть того века и воскресенье из мертвых умереть уже не могут Лука 20.35. То есть должны, смотря по заслугам, или вечно блаженствовать, или вечно мучиться. Мы веруем, или лучше вполне убеждены, учит святой Иустин, что каждый по делам своим будет наказан огнем вечным, и по мере сил, какие получил кто от Бога, потребуется от него отчет, как Христос сказал, кому дал Бог более, от того и потребуется более. Лука 12.48. Если бы смерть вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев. Но так как у всех живших остается чувство, и всем принадлежит вечное мучение, то не колеблитесь, убедитесь и верить, что истинно то, что я говорю. Сочинение святого Юстина мученика, апология 1, пункт 17, перевод Преображенского, издание 1892 года, страница 48. Таким образом, все в же учении адвентистов о близком втором пришествии Христа, и вот и с 20-летнем царстве и конце мира, о совершенном уничтожении грешников и отрицании вечности их мучений, совершенно опровергается Словом Божиим. Может ли человек знать о времени второго пришествия Христа и кончине мира? Нет, не может. Сам Христос сказал, о дне жатом и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который придет Сын Человеческий. Матфея 24. Апостол Петр говорит о втором пришествии Христа. Придет же день Господень как тач бор ночью. 2 Петра 3.10. То есть неожиданно, неизвестно когда. И апостол Павел повторяет о временах и сроках второго явления Христа нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тач ночью. 1 Петра 5.1. Деяния 1.7. Заблуждение сектантов как правило основано на совершенной безграмотности, на неумении читать. Когда апостол Павел говорит в послании к Петра 5.1. Братья, тайну говорю вам, не все умрем, но все изменимся. Сектанты считают так, что Христос придет тайно, его никто не увидит. Тайно возьмет церковь, восхитит, а жизнь будет продолжаться на земле, одни грешники. Все это выдумки человеческие, ибо Христос сказал, как молния видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И как бы не ухищрялись заблуждающиеся сектанты в толковании Священного Писания, всегда в Писании находится хотя бы один стих, который опровергает их лжеучение, и на этот стих они ответить не могут. Относительно первого и второго воскресения в опровержение им нужно привести место Писания. Евангелие от Матфея 13 глава «Оставьте расти вместе до жатвы левела и пшеницы, то есть праведные и злые будут вместе до самого второго славного пришествия Иисуса Христа». Указаны ли какие-либо точные признаки второго явления Христа? Да, указаны. На вопрос у синяков какой признак своего пришествия Христос сказал первое «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Матфея 24 41 «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются». Силами небесными святой Иоанн Златоус называет невинных безгрешных ангелов, которые будут в страхе, в смятении, видя, как человек, сотворенный по образу Божию, потерявший направление в жизни своей, будет отсылаться на вечные мучения. Третье. «И проповедано будет Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Четвертое. Апостол Павел сказал, что до второго пришествия Христа все евреи уверуют в него. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении оттайни сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. До времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». Риминам 11, 25. Пятое. Апостол Павел «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, и сын погибли, противящийся антихрист, и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Откроется беззаконник, которого пришествие по действии сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными. Как в откровении говорится о Вавилоне, этот город великий понимался городом Римом, но первые толкователи не знали, что будет три Рима. Первый Рим пал, второй Новый Рим Константинополь и третий Рим Москва, а четвертому не быть. Так и три храма. Первый Соломонов, разрушенный Навуходоносором, второй храм Заравелев, в который приходил Христос и изгонял всех торгующих и покупающих из него, который был разрушен титлом, и третий храм, который должны отстроить евреи на том же самом месте, где воссядет Антихрист, всемирный владыка. Сболисли уже покупающих из него, который был разрушен титом, и третий храм, который должны отстроить евреи на том же самом месте, где приходил Христос и изгонял всех торгующих и покупающих из него, который был разрушен титом, и третий храм, который должны отстроить евреи на том же самом месте, где воссядет Антихрист, всемирный владыка. Сбылись ли уже все вышеуказанные признаки второго пришествия Христа? Нет, еще не сбылись. Первое. Общей мировой скорби еще не было на земле, то есть такой скорби, которая охватила бы все народы, весь мир. Второе. Солнце и луна еще не померты, не перестали светить, а светят по-прежнему, и звезды с неба не попадали, и силы небесные не поколебались. Весь небесный свод с его светилами по-прежнему существует, подчиняясь установленным от Творца законам движения. Третье. В наше время Евангелие или учение Христово распространено далеко не среди всех народов и язычников. Еще вдвое больше на земле, чем христиан, больше язычников. Но многим миллионам язычников в глубине, например, Азии, Америки, Австралии, во многих странах, слово Евангелие еще и не доходило. Многие из язычников даже в России еще не слыхали о Христе. Четвертое. Евреи не только не сеющих приняли христианство, но многие миллионы их враги Креста Христова. Пятое. Антихрист еще не явился. Адвентисты считают антихристом римское папство. Но это их заблуждение наглядно опровергается тем, что гордые папы все же не считают себя выше Бога, и никто из них не выдавал себя за Бога. Все они верили, как и теперешние верят в Господа нашего Иисуса Христа, и никто из них не творит никаких знамений и чудес ложных. Кроме того, римское папство существует уже много сотен лет, и об антихристе сказано, дана ему власть действовать 42 месяца Откровения 12.5, то есть 3,5 года. Чтобы этим местом подтвердить свое заблуждение, адвентисты начинают читать написанное на папской тиаре «Наместник Бога на земле», заменяя одни буквы другими, чтобы получилась общая сумма 666. Все это напоминает детскую неумную игру. Словом, все указанные Христом точные признаки второго его пришествия еще не исполнились. И говорить с уверенностью подобно сектантам адвентистам и другим заблудшим о скором втором пришествии Христа это значит только празднословить и не желать знать слов Христа Спасителя. Одни же том и части никто не знает ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Матфея 24, 36. Это наконец значит ставить себя выше и более сведущим, чем известные. Учение адвентистов о втором пришествии Христа и конце мира не согласно ей с общецерковным учением, об этом святых отцов Вселенской Церкви. Об антихристе святые отцы Церкви учили не как о целом ряде неверующих лиц, например, пап, а как об одном определенном лице, в которое встелится дьявол для борьбы со святыми. Святой Ирине Левенский учит, будучи отступник и разбойник, он захочет, чтобы поклонялись ему как Богу, и, будучи раб, захочет, чтобы его провозглашали царем. Он, получив всю силу дьявола, придет не как царь праведные законы, состоящие в покорности Богу, но как нечестивый, неправедный, беззаконный, как богоотступник, злодей и человека-убийца. Против Ересея, книга 5, глава 25, страница 498. Святой Кирилл Иерусалимский говорит об антишесте. Сатана, зная, что не будет ему уже прощения на суде, не через служителей своих, но сам наконец явно воздвигнет брань во всяких же знамениях и чудесах ложных. Творение Кирилла Иерусалимского 15-е огласительное слово, пункт 14, страница 258. О втором, а не третьем пришествии Христа учат все святые отцы церкви, причем многие из них учат, что перед пришествием Христа должны видеться на небе крест его. Святой Ефрем Сирин учит, явится Христос на облаках со святыми ангелами судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его. Ибо действительно страшно Христово во славе пришествия. Чудое дело Христолюбцы что небо внезапно разъярается земля изменяет свой вид мертвые встают земля представляет тело человеческое каким приняла его хотя бы растерзали его звери пожрали птицы раздробили рыбы не оказывается недостатка даже в волосе человеческом предсудьею потому что каждого прилагает Бог внесление все приемлю тело сообразно собственным делам своим том 3 страница 226 каждый восстает с места своего и от концов земли ведутся все на суд тогда братья мои Христолюбивые все человечество будет стоять между царством и осуждением между жизнью и смертью между радостью и печалью и все поникнув вдовы увидят стоящих перед судилищем и допрашиваем их особенно же тех которые жили в нерадении в том 2 странице 359 святой Иоанн Затаус говорит тогда явится знамение сына человеческого то есть крест который светлее солнца так как солнце помрачается и скрывается а крест является он не явился бы если бы не был гораздо светлее солнечных лучей крест приносит для того чтобы грех иудеев сам собой осудился подобно тому как если бы кто-нибудь будучи поражен камнем стал показывать самый камень или окровавленные одежды творение святого Затауста на Евангелии Матфея том 7 страница 767 о воскресении безусловно всех людей праведных и грешных учили все отцы и учители Христовой Церкви говоря что все люди воскреснут одновременно с теми же телами с каких жили они на земле но только тела их уже будут нетленные и бессмертны святой Кирилл Иерусалимский объясняет слова псалма не воскреснут нечестивые на суд 1.5 так например учат если сказано что нечестивые не воскреснут на суд то означается сим что воскреснут не на суд а на осуждение потому что Богу нет нужды в долгом исследовании но тотчас по воскресении нечестивых последует и их наказание творение Кирилла Иерусалимского огласительное слово 18 пункт 14 страница 334 блаженный Феодорит учит не сказал святой дух не воскреснут нечестивые но на суд не воскреснут то есть воскреснут но не на суд а на осуждение потому что не имеют нужды в обличении и нечестие их явно ожидают же одного наказания как убийц взятых на самом месте преступления судьи приводят в судилище не для того чтобы обличать но чтобы произнести над ними согласный с законами приговор так проведшие жизнь нечести немедленно по воскресении понесут наказание и не на суд будут приведены но услышат приговор казни творения блаженного Феодорита толкования на первый на пятый стих первого псалма том 2 страница 13 о том что тысячелетнее царство нужно относить ко времени до второго пришествия Христа учили кроме блаженного Августина и другие отцы церкви святой Андрей Кесарийский лучший истолкователей откровения так объясняет 4 стих 20 главы его из божественного писания мы знаем что есть две жизни и два умершления то есть смерти первая жизнь за преступление заповеди временная и плотская вторая же по соблюдению божественных заповедей обещанная святым жизнь вечная соответственно всему есть и два рода смерти одна плотская и временная а другая посылаемая в будущем в наказание за грехи вечная то есть гигиенно огненная имеем то же различие между мертвыми одних о которых сказал Исаия что они жизни не будут иметь 26 14 и которые своими делами приносят зловоние и умершление нужно избегать другим же умершляющих во Христе помышления плоти с распинающихся Христу и мертвых для мира должно восхвалять явные и достойные сожаления суть мертвецы те которые не спогреблись Христу и не воскресли с ним в крещении но пребывают в греховной мертвенности они не оживут с ним пока не пройдет тысяча лет то есть совершенное число лет продолжающиеся как выше упомянуто с первого его пришествия до славного явления второго но так родившиеся от земли а не от духа в землю возвратятся ибо их смерть начало их будущих мучений а принимавшие участие в первом воскресении то есть в восстании от умерщвляющих помышлений и мертвых деяний суть блаженна ибо они не испытают второй смерти или бесконечных мучений но как видим мы в продолжении понимаемой нами тысячи лет даже до разрушения до разрешения сатаны и обольщения всех народов будут священствовать и царствовать со Христом не как лишаемое тогда царство но как по истечении временного и наступления вечного получившие его несомненно и твердо мы принимаем и считаем тысячи лет за время евангельской проповеди творения святого Андрея Кесарийского толкования на 20-ю главу апокалипсиса издания 1901 года страница 273-5 таким образом под тысячелетним царствованием святых нужно разуметь жизнь во Христе истинных его последователей от начала евангельской проповеди до второго явления судьи мира из многочисленных свидетельств святых отцов церкви о вечности мучений грешников приведем всего несколько святой Игнатий Богоносец учил что всякий лжеучитель как сверный пойдет в неугасимый огонь равно как и тот кто его слушает послание к Кесисянам глава 16 страница 276 святой Поликарп Смирнский говорит про консулу думавшему огнем заставить его отречься от Христа Ты грозишь мне огнем горящим временно и вскоре угасающим потому что не знаешь об огне будущего суда и вечного мучения который уготован нечестивым Мы научены пишет святой Иустин мученик что те только достигнут бессмертия которые приближаются к Богу святостью жизни и добродетелью а тех же которые живут неправедно и не раскаиваются Мы веруем что они будут мучиться в вечном огне Апология 1 пункт 21 страница 52 Одних Бог сделает нетленными бессмертными и беспечальными в вечном и ненарушимом царстве других пошлет вечное мучение огнем Сильвестр епископ том 5 страница 470 Святой Филофил Антиохийский учит что Бог тем которые постоянно посредством добрых дел ищут непления даруют вечную жизнь а тех которые не веруют и не покоряются истине возьмет огонь вечный и что поэтому необходимо следовать во всем пророческим мучением чтобы избегнуть вечных мучений и получить вечное благо жизни святой Иринии епископ Леонский утверждает кому скажет Господь идите от меня проклятый в огонь вечный все будут навсегда осуждены и кому скажет придите благословенный отца моего наследуйте царство уготованное вам навсегда все получают царство навсегда страница 396 святой Иоанн Затауст так учит о вечности мучений грешников здесь счастье и несчастье имеет конец и при том самый скорый но там то и другое продолжится в бессмертные века если они грешники и оканчивали свою жизнь то это происходило не от того что душа их совершенно была истощена но от того что тело перестало служить ей так что если бы тело не отошло от души то душа не перестала бы страдать потому что когда душа получит нетленное тело тогда ничто не воспрепятствует мучение ее продлиться в бесконечность учение о вечности мучений грешников разъяснено на поместных соборах Александрийском в 399 году Константинопольском в 543 и на Вселенских в 2 в 381 5 в 533 причем в подтверждении учения православной церкви об одном и окончательном втором пришествии Христа Спасителя Судьи Мира и в опровержении ереси Аполлинария учившего тысячелетиям царствия Христа Второй Вселенский Собор внес символ веры слова Его же царствию не будет конца Возлюбленные братья Берегитесь сказал Христос лжепророков Матфея 7.15 Берегитесь чтобы кто не прелестил вас Матфея 24.4 И думайте больше не о том когда придет Христос а о том как и с чем вы его встретите с горящими или потухшими светильниками веры и дел ваших и какой дадите ему ответ за всю прожитую на земле жизнь вашу Итак бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа в который приедет Сын Человеческий Матфея 25 31 дарите 1 21 21 21 21 22 22